Мир вашему дому, друзья! Сегодня мы с вами сделаем небольшой экспресс-расклад на 4 варианта ответа на вопрос «да» и «нет». Для тех, у кого есть сложная ситуация, и вы хотите задать вопрос «да» или «нет», задавайте его однозначно «да» или «нет». А желательно задавать его в плане, что «да» — это позитив, а «нет» — это негатив. И мы будем отвечать, есть возможность задать или 4 вопроса. Вот это вот первая колода — первый вопрос, вторая колода — второй вопрос, третья колода — третий вопрос и четвертая колода — четвертый вопрос. В каждой колоде только старшие арканы. Вы можете загадать от 1 до 4 вопросов. И, соответственно, на каждый вопрос выбрать колоду. Если это 1 вопрос, то интуитивно выбирайте 1 из 4 колод. Если 2, то 2 из 4. Ну и, соответственно, так на все ваши вопросы. Я даю вам время задать ваши вопросы, или один вопрос, или несколько, и интуитивно на каждый вопрос выбрать колоду. Опять же, чтобы это было для вас максимально комфортно, вы можете ставить этот видеоряд на паузу и делать свой выбор. А я, чтобы не затягивать время, начинаю давать ответы. Итак, для тех, кто выбрал первую колоду, здесь прям красный такой камень, мы посмотрим ваш ответ. Какая карта? Я ее тянуть не буду. Я буду просто подснимать колоду, и нижняя карта, то, что будет на дне колоды, и будет вашим ответом. Да или нет. Я ее просто хорошо тасую и подснимаю, для того, чтобы получить ответ. Да или нет. Да или нет. Итак, нижняя карта, у нас есть ответ. Ну, смотрите, для тех, кто выбрал эту карту, я скажу так, она четкого ответа не дает. Прямо вот стопроцентно, да и стопроцентно нет. Знаете, ваш вопрос может меняться от вашей ситуации. Здесь, скорее всего, еще ситуация не решена, не предопределена. Поэтому и падает карта жрица. Еще такой момент может быть, когда вы сами еще толком не знаете, чего вы хотите, ваш вопрос неуверенный. Эта карта также говорит о том, чтобы вы просто переформулировали вопрос. Может быть, вы его задали нечетко. Тогда тоже выпадает эта карта. Еще может быть такой момент. Если ваш вопрос как-то связан с вашим саморазвитием, с гаданиями, с интуицией, эта карта еще может говорить, загляни в себя, ответ уже есть в тебе. Ты интуитивно знаешь ответ на этот вопрос. Эта карта также может говорить. Эта карта также может говорить о том, что здесь действительно смотрят расклад, и за этот вопрос задали люди интуитивные. Они сами себе на этот вопрос могут дать ответ. Тогда также падает верховная жрица. Ну и еще один момент ответа в этой карте, что сейчас просто не время получать ответ «да». Возможно, это будет «да», но не сейчас. Возможно, через время для тебя просто этот вопрос уже будет не актуален, не нужен. Поэтому и не время, и не нужно тебе знать этот ответ «да» или «нет». Вот так еще может говорить эта карта. Потому что здесь, как я говорила, ситуация будет меняться. Она может быть еще не предопределена, поэтому не четкого ответа «да» или «нет». Ну и здесь нужно терпение. Терпение и момент пассивности. Вот то, что дает это какие ответы, точнее, дает эта карта на ваши вопросы, на ваш вопрос. Итак, для тех, кто выбрал вот такую колоду, здесь такой прям, ну, такой синий большой камень. Красивый, да? Для тех, кто выбрал колоду номер 2 синим камнем, ответ на ваш вопрос «да» или «нет». Хорошенько я перемешиваю ответ на ваш вопрос «да» или «нет». Ответ на ваш вопрос «да» или «нет». Итак, я подснимаю и смотрю дно колоды. Как интересно, прям шрица, а тут и иерофант. Знаете, если не удивлюсь, если тут действительно несколько вопросов, и они прям вот как так растут. Знаете, я скажу, иерофант говорит «да». Он говорит «да», потому что, скорее всего, этот вопрос даже не настолько личный. Почему даже «да»? Потому что, в принципе, от осуществления задуманного, зависите даже не только вы, сколько ваши родные, близкие. И потому что исполнение вашего желания, да, исполнение, осуществление, оно несёт рост. И не только вам. Оно несёт благодать. Опять же, да, обязательно идёт на все вопросы, касающиеся веры, на все вопросы, касающиеся учёбы, на все вопросы, касающиеся развития, на все вопросы, касающиеся духовности. Знаете, единственный момент, где эта карта может сказать «нет», это то, что касается, например, больших денег. Если ваш вопрос касается «получу ли я большую сумму денег», то вот эта вот карта может сказать «нет». Все же остальные вопросы, особенно если они не несут боли другим людям, какого-то негатива. Это всё говорит «да». Вот эта карта говорит «да». Так, у нас третья колода. Она вот такая вот тоже, такой синий, но маленький синий камушек. Она очень яркая рубашка здесь, по сравнению с остальными. Колода номер три. Колода номер три. «Да» или «нет»? «Да» или «нет»? На ваш вопрос что ответит? «Да» или «нет»? «Да» или «нет»? Ну, а вот эта вот карта, конечно, говорит «нет». Она говорит «нет», но я бы сказала, что расстраиваться здесь не стоит. Потому что, во-первых, «да» будет нести всё равно разрушение в вашу жизнь. Вот так. Знаете, единственный момент, как и здесь, да, я говорю, вот если большие деньги, это будет карта «нет». И здесь тоже. Вот если всё-таки этот вопрос касается недвижимости, ремонта, покупки дома своего жилья, это будет «да». Вот здесь, даже несмотря на то, что это башня, она будет говорить «да». А вот все остальные вопросы я даже не буду говорить, потому что тут может быть вопрос, касающийся абсолютно любого. Как от работы, заканчивая личной жизнью. Тут может быть абсолютно любой ваш вопрос, и вот эта карта говорит «нет». Но она говорит, что, опять же, это может быть болезненно. Это может быть какое-то сильнейшее разочарование, потому что не, ну вот как неосуществление. Но это всё равно в дальнейшем будет благо для вас. Вот то, что это не осуществится, это будет в дальнейшем благо для вас. Ну, потому что башня всегда так говорит. Ну, осуществление, оно может принести вам радость, но оно в дальнейшем вам принесёт разрушение. Поэтому лучше потерять сейчас, чем потерять потом гораздо больше. Ну, вот так. Вот эта карта говорит «нет» всё-таки. И давайте последний вопрос. Да, вот такая белая, чёрно-белая, я бы сказала, рубашка. Кто у нас загадал четвёртую колоду или вопрос номер четыре. Что здесь нам ответят карты? Что здесь нам скажут и ответят карты? Что здесь нам скажут и ответят карты? Ну, карта умеренная. Знаете, это такой, я бы сказала, баланс, гармония. Всему своё время. Эта карта говорит, что да, скорее всего, осуществится всё то, что задумано, но не так быстро, как бы вы этого хотели. Опять же, эта карта может говорить, что ваше желание осуществится, когда вы его отпустите, когда вы перестанете этим желанием, ну, желание или вопрос, когда вы перестанете этим вопросом гореть. Потому что, знаете, я бы сказала так, так же, как и жрица, тут, в принципе, оно не от вас в большей степени зависит, а зависит, может быть, от кого-то. Вот ваш вопрос, он зависит не от того, будете вы делать или не будете вы делать. Скорее всего, здесь ещё кто-то должен повлиять на то, чтобы было да. Поэтому, скорее всего, вот карта умеренности, она говорит, что вы придёте к гармонии, вы будете удовлетворены. Но либо это будет не таким способом, как бы вам хотелось, это будет по-другому. Понимаете, даже ответ «нет» здесь несёт удовлетворение. Вот. Либо это будет не таким способом, как вы вот сейчас задумали, как вы хотите, либо это просто будет не так скоро, как бы вам этого хотелось. И знаете, вот исполнится, вот когда вы реально отпустите ситуацию, или отчаетесь и решите, что вот всё, это мой вопрос, он неисполним, тут раз и происходит исполнение. Я бы сказала так, здесь высшие силы, вот так же, как и колесо фортуны, также умеренность говорит о том, что высшие силы на сегодняшний день эту ситуацию однозначно контролируют, а вы можете её отпустить. Вот так вот говорит, отвечает на этот вопрос карта умеренности. Пишите, всегда очень интересно, как резонирует с вами. Огромное благодарность, что остаетесь. Всем любви и добра.